всем привет сегодня у нас очень хорошая солнечная погода и поэтому я выношу свою рассаду для того чтобы молодые растения получали дополнительную стимуляцию за счет непосредственно солнечного света вчера выносила свою ценерарию она у меня в тепличке стояла вот сегодня и вижу как растение быстро стала набирать в росте уже стали появляться настоящий серебристые листочки поэтому если есть такая возможность обязательно нужно растение выставлять на солнечный свет на улицу потому что одновременно это идет и закаливание растений подготовка для будущего высаживания в открытый грунт выращивая эту ценерарию методом без пикировки и до высадки в открытый грунт на постоянное место она у меня так и останется вот в этой свернутой конструкции в прошлом году я сажала таким же образом мне очень понравилось потому что растение крайне неприхотливая очень хорошо переносит пересадку и довольно неплохо себя чувствует даже находясь вот в таком скучном состоянии когда растение к растению очень тесно находится но тем не менее растение такое очень хорошо приспосабливается к различного рода условиям и опять хочу обратить внимание на то что пишет нам производитель на упаковке на упаковочке написано что сажать нужно в апреле мае месяце конечно растение в итоге вырастет но вопрос когда когда она наберет силу вот у нас должна получиться вот такая махровая серебристая красавица в результате поэтому если мы хотим как можно раньше увидеть такой красивый результат конечно и сажать нужно раньше сажать приблизительно в те же сроки когда мы сеем семена питунья и лобели это феврале и может быть даже и раньше может быть даже и в январе стоит посадить ну тогда скорее всего пикировка все же потребуется но если мы хотим увидеть на момент высадки в открытый грунт чтобы растение уже были более крепшими большими то есть сажать нужно раньше эту ценерарию я посадила посеяла семена 4 марта сегодня у нас 12 апреля и вот как на данный момент она выглядит сегодня хотел сказать не о том когда сажать потому что многие конечно уже посадили ценерарию но о том что это растение настолько неприхотливое что вполне может развиваться вот в таком компактном состоянии прошлом году и точно также сажала и впоследствии очень хорошо она переносит пересадку из этого свернутого рулетика сажать можно как группами также можно на расстоянии 15 сантиметров высаживать в открытый грунт так растение конечно будет чувствовать себя комфортнее будет разрастаться сильнее каждое растение получится более ветвистым сажала я ее непосредственно уже в готовый рулетик сверху распределила семена и присыпала пол сантиметра грунта на глубине пол сантиметра у меня оказались семена хотя некоторые сажают поверхностно как питунью как лобелию и тоже очень хорошо она всходит сегодня только хотела сказать о том что не стоит рассаживать каждое растение отдельно потому что это займет огромную площадь вот в этом у меня свернутом состоянии находится я даже не знаю не могу посчитать сколько здесь у меня растений если бы я каждый раз садила в отдельную емкость наверное пол комнаты бы у меня все это заняло поэтому опыт прошлого года когда я высаживала точно таким же образом мне очень понравилось и в этом году я посадила точно так же поэтому из этого свернутого контейнера я сразу же буду высаживать в открытый грунт единственное если будет непредвиденная погода если вдруг будут сильные какие-то заморозки весенние то может быть как и со многими растениями я поступлю разверну и досыплю грунт и так растение еще какое-то время сможет подождать высадки на постоянное место также хотела показать сегодня свои первые цветочки которые вчера начали открываться вот этот цветочек первым открылся и но уже радостно уже весна уже какие-то результаты есть уж не знаю что здесь за сорт луковицы купила и интересно стебелька еще не видно цветочек уже уже раскрылся с утра кстати было больше солнца и он раскрылся полностью видна была сердцевинка а сейчас солнышко уходило на некоторое время и вот он закрылся такой интересный сорт но вернемся к нашим ценерариям что еще хотел сказать почему еще я сегодня снимаю на улице потому что тоже у меня результат теперь очевиден по прошлогодним моим ценерариям у меня был ролик где просила подписчиков обратить внимание на то как выглядит ценерария с прошлого года оставшиеся веточки и что не делать я просто не знала и советы были тоже разные и среди них был совет что свечи вот эти вот соцветия нужно просто убрать и она от корешка пустит новые росточки вот сейчас я вам хочу показать что получается это ценерария осталась у меня с прошлого года я обрезала верхушечки и вот от черенка даже не от самого корня а примерно сантиметр вот здесь вот где-то два сантиметра от корня от почвы уже новые листочки появляются вот уже появляются новые листочки вот здесь тоже видны новые листочки и что интересно эти листочки уже сразу появляются такими опушенными мохнатыми то есть кто выглядит как у взрослого растения вот если сравнить с рассадой то на рассаде вот как выглядит вот как на рассаде выглядят листочки то есть они довольно гладкие еще такие молоденькие те которые появляются с растения которое прошлогодние у меня на второй год вот такими уже они крепенькими появляются эти листики то есть ну вот спасибо всем подписчикам кто посоветовал все таки не выкапывать растения дать ему второй шанс и действительно я вижу что растение очень жизнестойкой у нас такие сильные морозы стояли и по 25 градусов стояли морозы и тем не менее я их ничем не укрывала и растения выжили и дают уже дают уже побеги новые вот поэтому может быть кому-то тоже будет с этой точки зрения интересно то ценерария на следующий год вполне может остаться перезимовать и дать побеги в будущем посмотрим как это растение будет выглядеть а на сегодня в принципе это все хотела с вами поделиться и сказать о том что выращиваете это растение растение очень красивая неприхотливая на фоне этого растения будет замечательно смотреться все ваши цвета с латыни название ценерария переводится как пепельная именно такого окраса растения достигает к моменту высадки в грунт к поливу растения не требовательно жару переносит очень хорошо и предпочитает расти как раз таки на хорошо освещенном месте дополнительного ухода или удобрения растения как правило не требует но если растение поздно посадили и для лучшего роста поливать можно удобрением для цветущих растений содержащим фосфор тогда можно добиться и красивой окраски и пышного цветения кустика если ценерария растет на солнечном месте то как правило кустики более пышные яркие и хорошо себя чувствуют и отличаются от растений которые выращиваются в тени это говорит о том что растение к солнцу к свету очень требовательно на всех этапах своего развития поэтому как самые первые листочки необходимо хорошо подсвечивать для того чтобы они быстро развивались и к моменту высадки получить уже хорошую крепкую рассаду так и высаженные растения также нуждаются в том чтобы было достаточно освещения тогда можно во всей красе увидеть это растение и она действительно будет служить украшением сада вот такой сегодня небольшой репортаж об этом удивительном растении которое крайне неприхотливое очень благодарное растение и посадить можно как угодно она все равно вырастет очень крепкое растение вот поэтому можно сажать самым простым способом который даже не требует пикировки и все равно результат будет очень хороший на этом с вами прощаюсь ставьте пальчики вверх подписывайтесь на новые видео всем красивых цветов всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok